СПОРТИНФОРУМ Соперником подопечник Сергея Ясинского стал Гродинский Неман, который до этого одержал 7 побед к ряду. Матч в Витебске завершился без голевой ничьей 0-0. Накануне наша съемочная группа побывала в лагере «Белосиних» и расспросила Витеблян, за счет чего они постараются остановить наступательный порыв соперников. В предыдущем туре команда областного центра на выезде провела поединок с Городей. Наставник Витеблян Сергей Ясинский в предматчевом интервью говорил, что его подопечные будут играть на победу, ведь соперник далеко не самый сильный клуб высшей лиги. По ходу встречи витебляне дважды выходили вперед, дал и на свой счет записали Ион Николаевскую и Диего Сантец. Но самое обидное в том, что Городею удалось избежать поражения за три минуты до финального свистка. Очко, добытое на выезде, конечно, положительный результат, только он не в полной мере устраивает тренерский штаб. К сожалению, мы создали достаточно много, большое количество опасных моментов, голевых, я бы даже сказал. И реализация, она была в этот день не на высоте. Мы вроде бы забили два, но если бы мы забили даже в первом тайме те моменты, ну, стопроцентные моменты, которые у нас были, и счет был бы крупным, то, я думаю, соперник бы и психологически был бы не так нацелен на то, чтобы сравнять счеты. И нам было бы проще чуть-чуть удержать это преимущество, которое у нас было. Следующим соперником витеблян будет Гродненский Неман. Команда, которая удивляет специалистов результативной игрой в нынешнем розыгрыше. Подопечные Игоря Ковалевича не знают поражений в течение семи матчей. Это позволило клубу подняться на третью строку турнирной таблицы и стать ближайшим преследователем Солигорского Шахтера и Борисовского Бате. Это говорит о том, что за четыре года работы в клубе наставнику гродненцев удалось собрать, объединить и создать боеспособный коллектив. Что в этой ситуации смогут противопоставить футболисты Витебска? Белосинии считаются неуступчивой командой, особенно на своем поле. К тому же игрокам удается также поражать ворота соперников в большинстве проведенных встреч. Остается не терять концентрацию в решающие минуты поединка и с полной самоотдачей провести матч. Команда набрала сумасшедший ход, выигрывают налево и направо всех подряд. Поэтому наверняка сложно, плюс уже появилась информация, они некоторые линии усилили, некоторые позиции точечно усилили свои за счет приглашенных футболистов. Поэтому, наверное, нам будет нелегко. Но за нас будут зрители, за нас будет родной стадион. Я очень надеюсь, что мы сможем не просто отобрать очки, а победить довольно крепкого соперника, находящегося практически в идеальной спортивной форме. А сейчас непосредственно о самой игре. Она получилась очень вязкой, тяжелой, с небольшим количеством голевых моментов. Матч начался с приятной новости для местных болельщиков. У футбольного клуба «Витебск» появился свой талисман. Им стал ежик, животное трудолюбивое и одновременно зверь, который может показать иголки. Имею в виду, что на родном стадионе соперникам белосинях легко не бывает. Хозяева первыми создали опасный момент у ворот Немана. Галкипер не смог зафиксировать мокрый мяч и вынудил поволноваться партнера. На это груднице ответили рядом ударов с ближней и дальней дистанцией. Галкипер хозяев Артем Сорока ситуацию контролировал. На 30-й минуте шикарный момент имел витебский бразильец Диего Сантос. После его сольного прохода мяч в считанных сантиметрах разминулся со стойкой ворот. И тут же идет контратака, и уже вратарь Витебска показывает блестящую реакцию. Судья посмотрел на секундомер и раздался свисток. Первый тайм завершен. После перерыва команды долго играли без ворот. Плотная борьба с большим количеством единообор шла в центре поля. А потом случился голевой момент у Грозницев. Удар соперника был сильным, но галкипер Белосиних правильно выбрал позицию и отвел угрозу. А в конце встречи могли отличиться и подопечные Сергея Ясинского. Александр Ксенофонтов точно бил ствол ворот. Но его удар заблокировали защитники. В итоге матч завершился в ничью 0-0. Примечательно, что в отличие от большинства количества поединков, судья в этом матче не показал ни одной желтой карточки. Страсти на поле накалились после финального свистка, когда футболисты бросились высказывать оппонентам свои претензии. Правда, скоро инцидент был исчерпан. На послематчевой пресс-конференции наставники согласились, что игра была равная. Боевая хорошая игра, равная. Больше подобавить нечего. Думаю, любой из команд было бы по такой игре проигрывать. Игра была до гола. Поэтому, наверное, тот момент, когда результат справедлив, как мне кажется. Результат все-таки отражает расклад сил на поле. Хотя у нас в первом тайме было два неплохих момента. Во втором один. То есть, где-то были шансы, чтобы вырвать эти три очка. Игра была настолько равной, на мой взгляд, что дело было, скажем так, до одного гола. Кто бы забил, тот и выиграл. Трудно было при такой игре. Соперник надо отдать должное. Не зря забрался так высоко. Очень хорошая, мощная оборона. Очень быстрый, техничный. Верх. Ну, плюс... Ну, хорошей команды, вопросов нет. Единственное, что, на мой взгляд, мы были как минимум не хуже. И очень хотелось, конечно, где-то забить гол. Но, к сожалению, сегодня наш бомбардир главный не сработал. Остальные ребята его не поддержали. Хотя моменты, повторюсь, все-таки были. Особенно в первом тайме. Во втором, конечно, команды уже больше думали о том, как бы сохранить счет. Чем о том, чтобы его изменить. Ну, вообще, мы, конечно, выпустили всех своих на сегодняшний день здоровых нападающих. Чтобы как-то изменить ход игры. Ну, тоже, честно говоря, во втором тайме осторожничали. Меньше открывались, меньше рисковали. Из-за этого игра упростилась. И больше было, в общем-то, единоборств. Верховых передач, борьбы, толкотни. Чем осмысленных комбинаций. После 17 туров на счету Витебска 23 очка и 10-я строчка в турнирной таблице. Следующий поединок витебляне проведут дома 18 июля против Смолевичей. Хоккейные клубы Беларуси приступили к первым в сезоне тренировкам. Старт новому спортивному сезону дал и новополоцкий химик. Команда провела первый тренировочный сбор. Руководство новополочан вынашивает амбициозные планы. Вернуться в группу А и выйти в плей-офф нынешнего розыгрыша. Команда собралась 29 июня. Пришло медицинское обследование, тестирование. И уже 6 числа приступили к более плодотворной, насыщенной тренировке. В основном всегда будем ставить максимальные задачи. Начиная уже с Кубка Солея, будем ставить задачу в каждой игре побеждать. Если в прошлом году мы рассматривали игру как подготовку, то уже в этом году будем бороться, сражаться за результат. В течение двухнедельного получане будут тренироваться на земле. А 20 июля команда выйдет на лед. В распоряжении тренерского штаба три недели, чтобы подготовить команду к Кубку Солея. В этот период у клуба запланированы товарищеские спарринги с Динамо Молодечно и Витебском, который в этом сезоне возглавил новый тренер Роман Юпатов. В Дубровно открылся новый современный спортивный объект. На территории школы номер два появилось современное мини-футбольное поле. Это очередной этап реализации социального проекта «Лучшее детям», который осуществили спонсоры и предприятия района. Трудно представить, но еще месяц назад на этом месте был пустырь. А теперь отсюда за уши не вытянуть местных ребят. Каждый спешит опробовать новую площадку с искусственным газоном размером 20 на 40 метров и ударить поворотом. И как для вратаря, эта площадка очень хорошая из-за того, что тут есть песок и не так больно падать. Очень хорошее поле, нам всем нравится тут гулять. Надеюсь, получше тренироваться, меньше травм. Тут такая, газон хороший. Новая мини-футбольная площадка построена на левом берегу Днепра в Дубровно. Для юных горожан это значимое событие. Теперь они получили возможность заниматься, тренироваться и повышать свое спортивное мастерство рядом с домом. На торжественном открытии спортивной арены председатель Витебского обл. исполкома Николай Шерснев отметил, что нужно в каждом районе предыдения иметь как можно больше подобных спортсооружений. Значительную поддержку в реализации проекта оказывает Ассоциация Белорусская Федерация Футбола. В этом году по всей стране планируется возвести около 45 различных футбольных арен. В этом году планируется 30 площадок по республике такого плана сделать. То есть мы уже половину почти практически сделали. 14 полноразмерных полей планируется в республике ввести в этом году. В Витебске возводится манеж. На следующей неделе уже планируем укладку травы. В том, что школьный футбольный мини-стадион пустовать не будет, сомневаться не приходится. В Дубровно работает несколько футбольных секций. Создана своя женская команда. Другое дело, что работы по благоустройству в ближайшей территории продолжатся, чтобы и легкоатлетов не обидеть. Со временем здесь будет беговая дорожка современная и планируется открыть еще волейбольную площадку. Так что дети будут заниматься и населением не только футболом, но еще и волейболом. На память о встрече юные футболисты получили много подарков от организаторов и не успели их внимательно рассмотреть, как прозвучал свисток судьи. На мини-футбольном стадионе прошел первый официальный матч, республиканские соревнования по месту жительства, кожаный мяч. И на этом у меня на сегодня все. Будьте здоровы. До встречи через 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok